надеюсь он там разнос устроит культурный сначала почувствовать как он борется это первая наша встреча потом посмотрим друзья здесь невероятно круто и мы устроили просто настоящее сражение сейчас решающий раунд очень друзья просто космос сегодня здесь космос спонсор выпуска компания сила руков продукция которой уже давно пользуются именитые спортсмены огромный ассортимент товара резиновые петли тренажеры для рук и предплечий расширители грифа большой выбор эспандеров и конечно же ручки для армрестлинга под любые задачи ручки на лямках ручки с различными насадками цилиндр конус эксцентрик и многими многими другими блоки приставки к столу и конечно же сами столы для армрестлинга продукцию компании сила руков можно заказать на сайте сила руков . рф есть доставка по россии также у компании сила руков есть канал на youtube группа вконтакте и офлайн магазин москве добро пожаловать все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео друзья сегодня мы начинаем серию сюжетов про один из самых крутейших турниров в россии про турнир лиги амси который совсем недавно прошел в санкт-петербурге в этот раз помимо интереснейших схваток в сетке здесь прошли и армфайты и о некоторых из них сегодня и пойдет речь я стараюсь не пропускать турниры лиги и по возможности приезжать во все города где они проходят хотя для меня имеющего проблемы со здоровьем это не дешевое удовольствие пешком особо не походишь поэтому приходится пользоваться услугами такси моя верная супруга всегда со мной без нее мне и такси было бы не вызвать из-за проблем с речью поэтому друзья не забудьте поддержать мою работу по реквизитам которые я оставлю в описании к видео или по номеру телефона на экране который привязан к карте но пропустить такое шоу я не мог чтобы вы мои дорогие зрители почувствовали всю атмосферу всего происходящего мне нужно было поехать и снять материал самому приехал я заранее остановился в уютной студии на проспекте маршала жукова честно скажу не люблю отели как-то мне не уютно в них а здесь чувствуешь себя как дома все под рукой и утюг и фен большой холодильник прикольная подсветка плюс экономия по деньгам существенное покупаю в магазине продукты готовь и наслаждайся горячей домашней едой короче если хотите жить там где проживал гарантмастер все ссылки на студию я оставлю в описании к видео ну что выдвигаемся на соревнования сегодня меня ждет первая встреча с диктор моего канала эриком курбановым именно он озвучил все мои сценарии которые я для вас пишу это талантливый парень у которого уже есть свой самодостаточный канал берсеркер 13 еще совсем недавно у парня был маленький канал где было меньше 100 человек подписчиков а теперь его узнают и фотографируются мне приятно что в этом есть и моя заслуга мы продолжаем работать для вас вместе и от этого наши ролики становятся как мне кажется более интересными а а а понятно я понял турнир амси собрал сильнейших рукоборцев из россии и не только почти все поединки были очень конкурентными взять хотя бы выступление олега черкасова в новой для себя категории и его противостояние с артуром макаровым или например выступление сергея богословова это просто бомба у меня штатив в ходуном ходила от накала страстей а выбывание из чемпионской гонки фаворита категории артема тайного или новый чемпион тяжелой категории сергей юрченко одержавший победу над зауром по изулаевом как вам такое а в общем здесь было на что посмотреть и я обязательно расскажу вам об этом но в следующих выпусках поэтому подписывайся на канал чтобы ничего не пропустить а сегодня у нас армфайты дмитрий силаев против фарида османлы первый спортсмен представлял россию второй турцию оба спортсмена были заряжены на победу они встречались уже в сетке на предыдущих турнирах где преимущество было на стороне турецкого спортсмена главное оружие дмитрий силаева это молниеносный старт мало кто из тяжеловесов может похвастаться таким же стартом который есть у красноярского богатыря первом раунде дмитрий в полной мере воспользовался своим оружием фарид комфортнее чувствует себя в завязках мы уже видели как фарид выигрывал в завязках за ура по изулаева и даже самого виталия лалитина но силаев не дает спортсмену из турции сорваться ловит его пальцы и прижимает руку соперника к подушке 1-0 во втором раунде чтобы на сто процентов использовать свое мощное стартовое движение дмитрий добивается судейского захвата судейский захват дает преимущество спортсменам стартовикам здесь вы не дадите большую нагрузку на руку соперника чтобы погасить его старт фариду все-таки удается сорваться но судейский захват в этом раунде сыграл на руку дмитрию в несвойственной для себя манере борьбы в трицепс спортсмен из россии хоть и не без труда но прижимает руку своего соперника к подушке 2-0 в третьем раунде ситуация повторяется силаев пытается удержать пальцы фаррида и не пустить его на завязку но фарид вырывается связка и здесь вроде бы должна быть победа дмитрия но судьи почему-то решает что спортсмены должны перебороться да уж странное на мой взгляд решение судей друзья если из вас кто-то что-то понял напишите в комментариях борьба продолжается в завязке и мы видим что у дмитрия силаева кончаются батарейки для дмитрия это первый опыт борьбы в таком формате следующие раунды полностью проходит под диктовку турецкого спортсмена счет матча 3 2 в пользу фарида на мой взгляд для дмитрия это поражение сравни победе он дал шикарный бой фариду а как считаете вы друзья напишите в комментариях алан залуев даниэль прокопчук наверное никто из экспертов не мог представить исход этого по идею планы на армфайт какие планы сначала почувствовать как он борется это первая наша встреча потом посмотрим вы никогда не боролись с ним ни разу не боролись даже не держались ты знаешь как он борется но я смотрел видео одно борьба дуга ваши ставки на сегодняшний поединок алан залуев прокопчук я на удобстве я знала надеюсь он там разнос устроит культурные первый раунд алан выигрывает старт и разрыв происходит почти у подушки спортсменов связывают и что мы видим прокопчук выбивает кисть алану вы видели чтобы алану кто-то выбивал кисть я например нет 1-0 в лагере алана опытный хаджи мурад золоев и георгий таутиев что-то подсказывают посмотрим помогут ли алану эти советы второй раунд все то же самое кисть алана не держит но мощнейшая поддержка зрителей заставляет алана держать из последних сил на грани опасного положения с риском получить серьезную травму но вытянуть руку из этой позиции невозможно даже для золоева держит до последнего третий раунд все зеркально повторяется и счет уже 3-0 и чувствуется что даниэль и легко Прокопчук подходит к лагерю Залоевых и, как мне показалось, говорит «Давайте, давайте сделаем шоу и я отдам два раунда». Но в стане Алана прогоняют его и говорят, что будут бороться серьезно, подарки нам не нужны. В четвертом и пятом раунде Даниэль заходит в сильную борьбу Алана, в крюк, дав Алану побороться и Алан выигрывает завершающие два раунда. Счет матча 3-2 в пользу Даниэля. Счет матча 3-2 в пользу Даниэль и снова удержать натиски. Всех приветствую, во-первых, спасибо, что пришли. Я очень рад вас приветствовать. Мне очень приятно, что у нас сегодня такая очень сильная поддержка. Но я не скажу, что, к сожалению, я проиграл. Я рад, что я сегодня проиграл, потому что я давно не проигрывал, мне будет, ну, я сегодня увидел, над чем мне работать. И вернусь сильнее. И первый опыт у меня в парфайте, это, конечно, тяжелее, чем все это на самом деле. У меня также не залечила до конца травма, но безвиска нет истории. Сегодня я и смог, не смог совершить истории Дональда Мульса с Прокопчиком. На нем встретимся. Кстати, я его поздравляю. Очень сильный спортсмен. И зря я говорил, что один из сильнейших в нашей исторической категории. Вот сегодня я получил свой опыт. Спасибо. Меня сейчас хотел снимать, смотрим, газик, дядя, все родные. Я вас всем сердцем люблю. У меня сегодня брат здесь присутствует, он со мной был. Я очень богатый человек. У меня родители, старший брат. Спасибо. 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 Друзья, уже через полтора месяца мы планируем провести еще один турнир среди спортсменов-инвалидов, где будут бороться и новые лица, и наши старые друзья. Соревнований среди здоровых людей с хорошими призами много, чего не скажешь о соревнованиях среди инвалидов. Обращаюсь к вам всем с большой просьбой помочь нам в этом добром деле любой суммой. Денежные средства можно перечислить по номеру телефона, к которому привязана карта 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела, которые вы делаете, вернутся вам с процентами. А вот что думает о нашей идее проводить турниры среди инвалидов участник турнира АМС Адам Баркинхоев. Вопрос от автора канала. Кто Адам думает о соревнованиях инвалидов, которые наши подписчики говорят, что инвалидов не нужно показывать, это неэстетично? Вот такой вопрос. Если честно сказать, если у меня была бы возможность, я делал бы турниры для инвалидов с хорошими призами. Они больше заслуживают эти призы, чем мы. Потому что у них жизнь чуть сложнее. Он всемычный их так создал, это испытание. Но я думаю, они намного больше заслуживают, чем мы. Поэтому те, кто так говорят, не знаю, у них что в голове такие бессердечные люди. Поэтому я прям поддерживаю. И когда смотрю на них, мне прям приятно бывает. У меня, ну, знакомый тоже подда, да, выступает. Ну, я с Ингушейс, да, с Ингушейс тоже. Но я смотрю, он, знаешь, вот он как-то, он от этого, ну, смотри, он от этого кайфует, знаешь, ему приятно. Когда видишь, он уже видит цель. Ему хочется, знаешь, вот, а что, если он будет дома сидеть, просто сидите, что? А сейчас у него есть цель, тренируется, пащет там туда-сюда. Сейчас тренер ему устроился. Что? Все. Поэтому я думаю, что они намного больше заслуживают, чем другие спортсмены. Если, ну, была бы моя воля, то я для них делал бы турниры с хорошим, с призывами. На этом все. Подписывайся на канал, ставь лайк, если вам понравилось. Пишите свое мнение в комментариях, мы все читаем. И не забудьте поделиться этим видео у себя на страничке в социальных сетях. Это важно для нас и алгоритмов ютуба. Для вас работал чемпион мира по пара арм-рестлингу Зенятуллин Руслан. Текст читал Берсеркер 13, Курбанов Эрик. Режиссер и оператор Зенятуллин Руслан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова